приветствую всех настоящих ценителей бокса это прогноз на бой александра усика против энтони поединок состоится уже совсем скоро конкретно пройдет он 20 августа в саудовской аравии в джиде парни очень много информации поэтому не будем сейчас перечислять что это реванш что это супер тяжелый вес что на кону стоят все пояса кроме wbc ну и так далее давайте перейдем сразу к делу во первых довольно любопытно что у букмекеров на этот раз фаворит именно александр усик на лиге ставок на него дают на его победу 1,53 в то время как на победу сэра энтони коэффициент 250 что довольно необычно и также если вы из россии увлекаетесь ставками то лига ставок легально российский букмекер рекомендую ссылку на регистрации оставлю в первом закрепленном комментарии теперь что нам всем важно понимать что энтони джошуа важно не только то какой он боксер но бокс это бизнес и справедливо это или несправедливо но так сложилось что энтони фактически на данный момент вместе кстати с саулем является очень большой машиной по зарабатыванию денег и если он проиграет второй раз подряд то это будет крушение надежд не только самого сэра энтони ну и крушение сотен миллионов долларов которые люди другие все эти телеканалы платформы и так далее могли бы на нем заработать поэтому это момент очень важный во первых мотивация самого джошуа я предполагаю что она будет запредельный и мы сейчас порассуждаем как это конкретно проявится в поединке а во-вторых все остальное судьи рефери сам александр усик то есть я думаю что постараются организовать победу и любой ценой то есть александр усику нужно смотреть что он есть что он пьет где он спит что он дышит вообще все то есть просто здесь такие ставки именно вот тут любой ценой нужно чтобы джошуа не проиграл два раза подряд теперь второй момент это момент формы дело в том что энтони всегда находится в довольно классной форме я говорю не только то что внешний бодибилдер ну и то что он огромный резкий он всегда достаточно выносливый кто бы что не говорил и у него все круто вот александр усик если мы не будем такими шапка закидательскими настроениями то смотрите последние три бой давайте рассмотрим в двух из них уизер спун чесора у александра форма была ну фактически довольно плохая и только в последнем бою именно с джошуа форма была просто топовая то есть александр там очень был подвижный резкий и выносливый одновременно не было такого не с чесорой не с уизер спу нам и в помине не было такого и мы как бы исходим из того что александр как бы нащупал что-то что ему позволяет вот в такую форму входить и что конечно же в этот раз исходим из того что форма будет такая же потому что если александр просто например выйдет ну в плохенькой форме как с чесорой то как бы в принципе ему ловить нечего с формой разобрались теперь ведь спортсмены уже бились и вот на основе прошлого боя можно сделать некоторые выводы что может джошуа поменять и что может поменять усик вот смотрите джошуа реально ему есть что изменить потому что в первый раз он очень дисциплинированный и у него судя по всему они ждали что усик будет такой же как с чесорой и такого усика огромный джошуа через свой джеб с дистанцией вроде как вполне мог бы перебоксировать а в конце возможно еще и подбить но вместо этого усик вышел и он живчик просто он именно не только в технике дело что он раздернул влево вправо там зашел перекрутил повторную атаку еще поддернул для этого же всего силы нужно резкость и выносливость и александр настолько поразил этим энтони что получается когда вот говорят что неправильно там был план да конечно план то был по факту естественно неправильный то есть он за ним вот так вот ходил на дистанции пытался его по очкам перебоксировать или подбить и в итоге не перебоксировать у него не получилось потому что сам джошуа не настолько резвый не подбить потому что подбить надо настроение дистанции не пустил усик а и сам джошуа не очень-то стремился а поймать разово на право прямой у энтони конкретно этот удар право прямой не нокутирующий у него нокутирующие это снизу сбоку вот и он тогда пролетел и что может изменить энтони есть две вещи реально который он может изменить и изменит первое то что во первых никто не знал что усик будет настолько стремительным и соответственно готовились под более медленного усика строили план на бой что можно его там как-то на дистанции перебоксировать и изменить это можно было уже только по ходу поединка когда они поняли что они летят но они судя по всему не поняли в этот же раз все известно заранее и получается они не будут растерянны то есть они уже заранее понимают во первых что по очкам именно в таком дистанционном боксе они полностью пролетают усик крайне стремительный и тренироваться нужно именно таким образом чтобы его убить как-то как его бить да примерно понятно нужно его теснить делать ставку именно на удар то есть разово как-то его зацепить у энтони выбора по сути нету он реально жестко цепляет на средней ближней дистанции не издалека то есть примерно понятно что эту же детали он или руки поднимет вверх пойдет вперед может быть руки поднимет через левую руку свою пойдет вперед но так или иначе ему нужно регулярно оказываться именно на средней дистанции а может даже и на ближней и там бить свои вот эти вот снизу сбоку по корпусу реально нокаутирующие страшные удары которыми он обладает именно на средней дистанции то есть давайте некий такой итог по джошуа что тогда да действительно была ошибка что они просто не ожидали что усик будет такой стремительный и по ходу боя они перестроиться уже ну как бы не смогли и более того соответственно энтони мне кажется какой путь для него во первых если с нарушением правил то я предполагаю что он будет бороться в первом бою у них было ну довольно много клинчей они были вы можете посмотреть в замедленном повторе но энтони так как у него была установка вот они слиплись у это не установка просто они же они умная команда все заранее продумывают он сам разъединяется обратно и с усиком начинает боксировать на дистанции в этот раз когда они будут слипаться он я думаю усик будет сначала бороть потом бить сначала бороть вниз его нагибать потом бить вот что-то постарается сделать такое и такие моменты первый бой если вы посмотрите я не могу делать много видео вставок но их полно просто допустим у жошу ударил голова александр где-то здесь там здесь он пронырнул унырнул и энтони не пытался каждый раз его там как-то заломать и бить после этого он вместо этого пытался его как бы на дистанции перебоксировать то есть такая была установка он ей тогда следовал в этот раз я уверен что при всех возможностях будет пытаться александра заломать забороть столкнуть именно борьба и после этого бить потому что это сильно повышает его шансы на победу если это будет покрывать рефери также как уже озвучил в предыдущих видео ожидаю много ударов по корпусу со всей дури и в том числе ниже в общем по линии пояса ниже локтей по ногам возможно и предполагаю что раз просто какие-то сотни миллионов стоят на кону то вполне возможно что это будет покрывать рефери но вот опять же по поводу ниже пояса по поясу по ногам это уже как бы такое возможно опционально но не факт вот такой вот путь энтони то есть пойти вперед запрессовать забороть в том числе бороть бить бороть бить и быть собранным не пытаться издалека бесполезно это а именно пытаться догнать ногами уже поближе когда ты вот уже ты все его обхватил вот ты близко и вот здесь уже близко когда снизу сбоку что из дури заборол еще снизу сбоку по корпусу по ноге там куда-нибудь ударил то что будет делать энтони теперь александр усик что он будет менять и будет ли есть два пути первый боксировать ровно также как в первом поединке и кстати это очень здраво то есть это что такое то дистанционный бокс александр не самый бьющий к сожалению но и энтони у него держалка тоже не сама выдающийся и получается александр его раздергивает он и челночными движениями каждый раз буквально влетает с двойкой уходит еще раз подергивает и энтони не видит просто это а когда сам энтони пытается что-то сделать то александр как ногами крутит его и так и эдак что не получается у сэра энтони также и головой своей там по всякому двигает что тоже ничего не получается и вот можно просто оставить все как есть по сути это самый такой надежный стабильный путь для победы но есть второй путь дело в том что в первом поединке энтони джошуа пару раз все-таки его шатнуло ну так прям опасно довольно шатнуло и возможно может быть александр сделает ставку как ни странно попытается нокутировать энтони джошуа это вещь очень хорошая потому что вот смотрите он будет на тебя идти он будет бороться он будет там ложиться будет убить тебя так эдак рефери будет на его стороне то есть туши свет и получается если его просто ему нормально по подворотку попасть даже не самым каким-то смертельным ударом то он без проблем в общем то может упасть и вот это очень интересно потому что александр в принципе у него удар как мне кажется довольно слабый и где эта грань то есть мы знаем что прямой удар не сильный боковой у александра вроде чуть чуть посильнее и были у него нокауты от боковых ударов до были без проблем но там правда не один удар был а там часто тоннаж то есть там раз два три накопилось 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 и соперник уже ничего не видит не понимается тут боковой да и вот непонятно александр а может ли он с одного удара такого человека это не самая прочная голова это не мурат гасиев именно по держалке энтони да то есть хватит ли у александра силы удара вот что есть мочи александру сбоку ударит хватит ли у него подбить конкретно нокаут энтони или нет вот это вопрос открытый то есть если хватит то тогда возможно есть смысл александру самому где-то не только вот как в первом бою но и форсировать события когда попал попытаться добить где-то рискнуть выйти на позицию именно попасть разово то есть если разово попадаешь там я не знаю образно в пятом раунде то как бы не нужно остальные семь учиться то есть все заканчивается и вот будет такой или нет это вопрос реально интересный и александр вы заметили он же массу сейчас набирает он там крепнет вроде отрабатывает удар пытается нарастить то есть нарастить боковой удар ну и чтобы кого-то непробиваемого подбить я не выйдет я думаю вот именно чтобы джошуа подбить в принципе это вполне реально и вот возможно александр не просто будет как в первом бою в одни ворота раздергать обдурить удары набросать но и возможно рискнет где-то сам постарается энтони подбить ну что давайте переходить к неким результатам да вот у нас что как будет один действовать как будет другой действовать как поменяют свои стратегии и теперь к чему это все приведет как ни странно мне кажется что с учетом если мы исходим из того что все будет на стороне энтони судьи рефери там телеканала аналитики будут его хвалить то шанс победить александра усика у него довольно серьезный ну особенно если вот его это стратегия руки поднимает бежит вперед не бьет издалека ну или там в руки бросает но не пытается подбить а именно пытается догнать вот когда уже поближе и тут подцепить снизу нагнуть еще снизу подцепить по корпусу по ноге куда-нибудь ударить вот есть он все это будет делать то шансы как бы по очкам выиграть или даже не по не по очкам а просто александра замучить вот такими всеми правдами и неправдами он же огромный мужик это очень просто на самом-то деле то есть хотя александр живчик хотя он так двигается но у тебя руки гораздо длиннее ты гораздо выше то есть именно вот с грубостью с нарушением правил вполне можно человека запрессовать и как бы победить то есть я вообще это оцениваю далеко не мало наверное даже процентов 50 представляете вот так вот к таким пришел неожиданным выводам но здесь есть очень огромная проблема для энтони джошуа просто колоссальная что вот такая манера рисковая шансы его личные пропустить удар по челюсти они растут они растут очень серьезно и он может просто сам упасть в нокаут то есть очень тоже много шансов то есть грубо говоря мы подходим к тому что так как в этом бою на кону стоит буквально все просто то есть стоит вообще все то но два раза нельзя проигрывать подряд то я думаю что энтони именно просто он будет рвать и метать он именно он вот весь выложиться и по сути я думаю он не позволит себе проиграть по очкам то есть мне кажется он или комары прилетели нам помогать делать прогноз мне кажется что он или сам уйдет в нокаут и это 50 процентов где-то что он просто пропустят в подбородок и упадет и это будет конец окончательно джошуа или если он не в нокаут не уйдет если он хотя бы падать не будет то я думаю всеми правдами и неправдами предполагаю что усик реально может задавить а вот какие-то такие мысли то есть давайте подведем итог или энтони очень много шансов 50 процентов что он по сути падает разок-другой и вообще на совсем падает возможно да в нокаут или если он не падает то шанс его задавить вот этой силовой манерой борьбой ударами по ногам опять же гипотеза моя может быть ошибочно работа рефери работа судей все будут его пользу считать это вполне реально опять же слышал интересные вещи с одним говорил информированным человеком еще правда год назад он сказал что александр красюк никто же не ждал что александр победит да ну тобой я имею ввиду британцы особенно не ждали и что он якобы заключил очень хорошие условия что вот в новом бою дулю с маком получает энтони джошуа в плане именно что все будет не за него а что все будет как минимум порвано так ли это посмотрим я думаю вы же понимаете телеканалы по сути усик если выиграет это будет круто для бокса это будет интересно но конечно такой денежной машины он никогда не будет ну хотя бы просто потому что он не англоязычный да и поэтому как бы выгодно просто энтони тянуть тянуть и я предполагаю что это и будет поэтому такой вот долгий прогноз там и все размазываем размазываем уже идем немного кругами то что на мой взгляд я считаю что вот такими методами у энтони 50 процентов это далеко не мало половина вообще шансов что он усика заборит и а там в общем победит а остальные 50 процентов что используя такой метод ему надо побеждать любой ценой все и ничего он не может просто вот спокойно взять и проиграть он будет рвать и метать вообще как как сумасшедший и шансы его уйти в нокаут это тоже 50 процентов оставшиеся или как-то в нокдаун падать ну и так далее бой очень будет зрелищный в этом я уверен спасибо что посмотрели данное видео всем добра до новых встреч тушу камеру